друзья всем привет сегодня 28 февраля начали забивать экспериментальную партию на марк форме которая росла вот у нас тут стойка уже в работе . в работе бойня в работе сейчас я вам покажу что там у нас по расходу электричества если помните мы с вами делали засечку так скажем счетчика снимем показания счетчика мало ли мы решим себестоимость считать этой партии и должны знать сколько электричество на нее потратили так показания вот такие 3444 сейчас мы глянем так 5172 показания на данный момент посчитаем что да как птица вот у нас вот она эта птица вот отсюда я уже беру сегодня убираем вот эти два яруса и породных петухов а завтра убираем вот этих вот так что сказать значит 8 дней они на зерне последние два дня у меня кончилась кукуруза я съездить не смог кормлю дробленой пшеницей все общем забьем там уже посмотрим какой результат по весу и возможно прикинем себестоимость с момента последнего взвешивания в 50 дней мне пришлось убрать еще восемь штук все они были больны асцитом или водянкой друзья 21 февраля убрал шестерых один сам вздох то есть вот здесь вот 7 штук здесь вот еще у нас старые но здесь не все не все это куры там внизу мешок с лапами головами от забоя но здесь . наверно 34 еще в общем осталось у нас 69 штук на 21 февраля 51 день соответственно птица это пошла на корм курам несушкам и нашим котам но она не пошла еще она лежит замороженная часть часть пошла уже первая группа из того что распотрошили упаковали две с половиной и чуть побольше этого три штучки потом две двести две триста вот эти и вот маленькая самая кило семьсот девяносто и кило восемьсот шестьдесят пять две малышки а так выше два килограмма ну вот в общем еще одна партийка 2 2 килограмма кило восемьсот сорок вот минимальная и кило девятьсот семьдесят остальные все больше двух вот здесь видите чуть чуть больше двух а вот здесь прилично больше двух но не немного короче этих крупных совсем до 58 дней их возраст имейте ввиду это конечно ну не то что прям вот смешно прям смешно но это вот веса конечно 45 дней были бы еще куда не шло нормально до 58 многовато долгий срок очень а вес маловато конечно но историю этих кур вы сами знаете так второй день значит вот такие веса у нас две семьсот семьдесят пять это самая большая 2 600 вот по 2 400 в общем но все сами видите 2 670 сегодняшний день мне кажется что значительно больше по размеру куры вот и только вот сюда уже заходя можно найти 2 килограммовые вот их чуть-чуть прям буквально три штучки и вот одна 1880 это вот сегодняшний забой еще пока не весь там еще полно лежит но в общем тенденция к тому что сегодня куры крупнее не могу точно сказать какой-то этаж из клетки но в общем куры крупнее чем вчера были так что вот 50 сегодня девятый день 59 по моему день этим этой птицы вот смотрите сами куры все отличные претензии к внутренним органам нет печень ровненькая хорошенькая вон она в банке можете наблюдать цвет очень ровный но это часть конечно часть уже обработана вот вот такая вот у нас куртика вышла сейчас мы попробуем с вами в виде нашей таблицы снова же понять сколько же нам стоила птица выращенная на маркорм новой экспериментальной партии 9 декабря мы купили яйцо коп 500 словакия яйцо мы купили коробку 30 рублей штука перевозка 3000 быстренько объясняю вам зачем затем что яйцо по себестоимости нас 38 рублей цыпленок после вывода 196 яиц вывелось 166 это 84 процента вывода очень хороший результат стоит 47 рублей цыпленок следующая табличка небольшая о том как мы продали цыплят и яйцо из этой партии эта цена будет учитываться в нашем доходе и того поэтому я не рассказываю 40 суточных цыплят мы продали по 80 рублей вот получили цену доход и недельных ну так скажем 5-7 дней цыплят мы продали 25 штук по 120 рублей получили тоже вот такой вот доход яйцо мы продали себе в минус почему мы это делаем но во первых то же 360 яиц мы сейчас на тот момент не могли заложить инкубаторы то есть они любом случае остаются вот и потому что по 35 рублей мы продаем дешевле чем себестоимость яйца с учетом перевозки так как мы нарабатываем клиентскую базу на данном в этот год на данный момент мы нарабатываем клиентов себе и поэтому мы заинтересованы в том чтобы люди к нам обращались а это нормальная рыночная цена по розничной цене яйца импортного в данном случае и того мы получаем в доход 2 400 уже денежек рассматриваем мы с вами 126 цыплят из которых четыре отошли в первые же дни они слабые это ошибки инкубации это естественный в общем-то отбор и даже в проценте падежа эти цыплятки не указываются не учитываются дальше мы их кормим маркорн подробнейшим образом эта таблица рассмотрена мною в видео про себестоимость бройлера пожалуйста посмотрите его прежде чем задавать какие-то вопросы там я очень очень подробно во всем рассказываю откуда берется какие цифры в данном случае мы не используем с вами табличное значение потребления корма мы используем реальное значение которые получились у нас как я и говорила даты тоже они спонтанны больше характеризуются эти даты не моментом отсчета там недельным или там сколько-то дней а именно есть падеж мы подсчитываем и того чтобы учесть этот падеж дальше съели мешок записали мешок вот таким образом 20 122 цыпленка едят маркорн пк 5 на одной строчке быстренько объясню 25 килограмм мешок 900 рублей он стоит 25 килограмм съели килограмм стоит 36 рублей и того получается 900 рублей значит значит 7 рублей мы прибавляем к себе стоимость цыпленка в 47 рублей и получаем этого 54 рубля стоит цыпленок и вот пошли у нас падежи это уже даже не первая неделя 18 19 января если 1 он вывелся вот считайте 18 19 сутки до получилось 2 именно убрал саша сам потому что шпагаты и падеж 3 штуки здесь мы уже с вами можем высчитать начало потерь наших которые будут в минусе в строке дохода учитываться и того мы с вами все это дело посчитаем еще раз этот минус складывается из количества цыплят умноженных на себе стоимость цыпленка на данный момент времени эту цифру в принципе можно было бы закладывать в затраты на которые ложатся на следующие головы да то есть в себе стоимость вот этих 92 оставшихся голов можно было бы заложить то что мы уже потеряли с потерей с падежом других цыплят я так делать не буду для того чтобы высчитать но неизвестно правильно будет у кого-то пойдешь у кого-то не будет слава богу дай бог поэтому данная сумма ложится только на нашу расходную часть они в себе стоимость той птицы которые мы этого получим и доведем до забоя чтобы вы понимали сколько корма потратили мы на каждую голову которую довели до забоя падеж синдром внезапной смерти вот снова же да и так далее и тому подобное то есть все падежи мы здесь записали их рассмотрим с вами отдельно перемещаемся немножко в правую часть две таблицы верхняя показывает вам сколько корма мы с вами потратили на птицу значит пока 5 1 2 6 1 6 2 в мешках в килограммах сколько осталось это саша просто себе дописал цена и того стоимость если мы с вами учитываем еще и зерно то цифра на корма увеличивается вы можете посчитать без зерна я считаю с зерном как его отнять потом из-за того результата я вам еще скажу пропойки так называемые для тех кто смотрит нас первый раз я еще раз хочу сказать что мы не используем тяжелую артиллерию мы не пропаиваем птицу не аптечками не антибиотиками не как-то диастатиками и другими всякими сложными лекарственными препаратами мы постараемся вырастить чистую птицу максимально чистую из возможного пользуюсь вот такими вот средствами кальцием витаминами поднятием иммунитет это воспринял и ну сами все видите в общем в предыдущем видео на которой я ссылалась и где рассказано все очень подробно еще раз прошу задавать вопросы только после того как вы его посмотрите мы рассчитали о том что на голову у нас в среднем идет 17 рублей расход вот по этим вот пропойкам так их назовем и того я взяла за основу 70 голов потому что начинаем с 97 закончим мы другой цифры в среднем будем брать на 70 голов плюс-минус тут возможно корректировка этой цифры но она будет незначительна и чтобы не утяжелять вам на понимание и того этой таблицы я посчитала что 1200 это будет расход на препараты вот эти пропойки так идем дальше пойдешь в этой партии просто гигантский он огромный и для нас это просто так скажем большая на самом деле трагедия вот посмотрите зачем пишем разными строчками для того чтобы во первых разные даты во вторых понимать почему падешь то есть водянка это явная для нас вещь водянка свс это значит что при вскрытии все органы были очень хорошие идеальные и единственное что у нас вызвало так скажем вопросы это сердце сердечная вот эту вот сумка там допустим или ну в общем разные моменты связанные с сердцем падешь свс видите и плохая печень обычно если что-то вдруг не так мы помечаем это отдельно это единичный был случай поэтому в общем это не вызвало у нас большого там какого-то эмоционального резонанса поэтому вот в данном случае мы указали что это было но не более чем когда саша убирает птицу сам он пишет убрал в данном случае в этой партии ни одной птицы не получилось убрать так чтобы она могла быть потреблена употреблена в пищу нами поэтому это все расход и распадешь расход считается каким образом он считается у нас исходя из себестоимости птицы то бишь еда и яйцо и цыпленок сам стоимость цыпленка не учитывается здесь не продажная ни рыночная стоимость не вес потерянного потерянной птицы в общем то сам этот расход характеризует ее вес чем птица больше дольше живет больше ест тем она дороже стоит это все себестоимость если вы видите вот здесь мы с вами вы считали себестоимость дальше найдет одна и та же по корму и одна и та же также в общем по птице то есть и все это количество умножаться на одну тоже цифру потому что пойдешь вот он продлился достаточно долгий промежуток времени и достаточно большой был так дальше на что я еще хочу обратить внимание здесь учитана кукуруза и пшеница по одному мешку по 700 рублей в мешке по 40 килограмм и в 10 и 10 рублей у нас вышел тот и иной корм тот и другой корм в нашей птички себестоимости но и того на данный момент она вышла в 229 рублей себестоимость одной головы без учета падежей под и затрат на падежи это только каждая голова дошедшая до забоя а их 80 о 68 штук дошла и вот она столько стоит 229 рублей не хотите учитывать зерно значит вычитаем 20 рублей отсюда получается 209 рублей 48 копеек но условно 210 рублей стоила птица выращенная на маркорме дошедшая до забоя съела вот она вот такое количество значит корма но в данном случае это наша таблица доходов расходов по этой партии как которых тут у нас очень много вот и еще раз повторяю что вышла у нас эта птица 277 рублей с учетом цыпленка 29 штук мы потеряли и это потери без учета брак инкубации то есть без тех четырех цыплят которые вот здесь указаны но в расходной части я считаю полностью все суммы потому как расход то он и есть наш расход а потери которые указаны вот в этом месте 29 штук они составляют 30 процентов без этих четырех штук от 97 цыплят которые начинали вместе с нами эксперимент над этой партией это треть это очень плохой показатель то есть это большой слишком падеж но это плохо короче так смотрим дальше из расчета 277 рублей за голову мы продали вот такое количество разным людям по 300 рублей килограмм вот столько это в килограммах можете посчитать веса хотя в принципе все показывала выручка у нас составила вот такие суммы они округлены до приличного количества так скажем чтобы людям было легче расплачиваться и в итоге доход у нас составил вот такие вот суммы доход высчитывается сами понимаете как то есть до голова умножается на стоимость себестоимость с одной курицы и эта цифра вычитается из полученной выручки переходим к того три штуки до забыла сказать мы забили получается себе три штуки забрали они были какой-то какой-то из видов не кондиции короче поэтому их забрали себе так получилось что у нас выручка составила 42 тысячи рублей за партию 68 штук и доход составил 19 тысяч триста сорок рублей доход промежуточный еще раз повторяю тот который мы сегодня с вами вывели вот в этой таблице но посмотрим дальше а дальше у нас что мы с вами не учли витамины добавки пеленки это вот эта цифра 1200 рублей в расходной части мы с вами не учли самую главную статью расходов зимний период времени одно из главнейших да это электричество в данном случае электричество мы тратили два месяца на эту птицу и в общем вы скажете что там была и другая птица все верно там была и другая птица но птичник он топится в любом случае все равно то есть пока эта птица сидела в брудере в общем птичник тоже топится и он топится меньше ровно на то количество энергии который выбрасывается с включенного брудера поэтому мы тут с вами ничего не прибавляем и ничего не теряем это электричество саша засекал специально для этой партии и получилось она на 6290 рублей что в общем ну так скажем немаленькая сумма это не только обогрев это еще и вентиляция это скорее всего еще и насосы водяной до водный который тоже тратит электроэнергию вот такая сумма ну и дополнительные расходы 3000 я гуманно достаточно ставлю это на доставка корма на развоз готовой продукции в частности в москву я не беру полностью сумму поездки в москву по причине того что мы ездим не только за этим но еще у нас есть цели какие-то я частично я беру частично указываю газ пакеты и все остальные вещи расходники все я это включила вот 3000 рублей но тоже достаточно гуманно но ну так есть понимаете ничего с этим не сделаешь никуда не прыгнешь и того у нас прибыли остается с партии в 68 доведенных до забоя птиц 8850 рублей ну может быть кто-то скажет что и очень хорошо до 42 тысяч 8 тысяч дохода как по мне так это ну просто фиаско короче ужас ладно но это еще не все в нашей истории если вы помните есть еще маленький позитивчик это продажи цыплят недельных цыплят и но яйца это в минус ушло но тем не менее это еще вот дотягивает до 11 тысяч в общем сложности специально вот так получается 11000 мы получили с этой партии но прошу заметить что смысл наших всех расчетов заключался вот в этой цифре корма каждая птица дошедшая до забоя съела на 210 рублей помните если мы с вами откинем зерно вот в этой синей табличке еще раз указано все количество корма которое нам потребовалось для того чтобы вы кормить эту птицу не забудьте о том что эта птица которая пала она тоже потребляла этот корм и это с учетом этой падшей птицы тоже если мы с вами уберем зерно как у меня и было сделано до этого момента то вы увидите что 17 950 но и маленький плюсик в этой ситуации во всей заключается в том что нам этот корм достался бесплатно компания маркуром по договоренности с нами дала нам этот корм бесплатно и сама же заплатила за все пересылки за все остальное поэтому максимуму доходу эту цифру можем смело в данном случае прибавить иначе бы это было очень все печально и незачемно вот потому что за эту цифру не очень хочется ходить за птицей два месяца и все это дело делать а в плюсе с 17 950 это еще куда не шло мы как-то выкрутились вот вот такой результат у нас получился на новой линейке компании маркорм я думаю что они тоже сделают определенные выводы и поработают над своей продукцией спасибо им в любом случае за участие и надеюсь наша информация будет для вас полезна всего доброго оставайтесь с нами здоровья вам и ваши птицы бусинка а какое сегодня у нас число ты знаешь у нас сегодня 19 февраля по идее еще зима все растаяло почему а потому что если наступит лето когда сейчас сейчас же февраль еще должен быть март холодный месяц а в апреле уже тепло должно быть что это такое ты не знаешь почему все растаяло и мы с горки не можем кататься потому что это виноват тепло тепло виновата да куда как нет можно теплом твоим и все вокруг остается и то что больше не может управлять снегом на сне ручка мост управлять снегом потому что снегурочка просить зиму продолжить а а и а а и Субтитры подогнал «Симон»